Одна ясновидящая в Петербурге просто мне рассказала, что она увидела. Она физик по образованию, целитель, вот, и видит картинки, когда лечит людей, она видит, что происходит внутри организма, и что происходит на тонком уровне. Вот вчера я встречалась с такими же людьми, сидишь, ну это, конечно, потрясающе, когда таких людей видишь, они сидят и буквально видят, что происходит на тонком вокруг тебя, смеются и рассказывают тебе об этом. Это удивительно. И вот эта женщина, она ничего не знает, я вижу, что она лечит, просто молча подхожу к ней и даю подушку ей в руки. Она берет и начинает этой подушкой, я же ей ничего не рассказывала, такая маленькая подушечка, она берет эту подушку и начинает вести вдоль позвоночника клиента. Ведет эту подушку и произносит своей партнерше, тоже целителю. Она говорит, да ты смотри, смотри, что делает, она же как хиллер работает. Посмотри, грыжа на глазах уходит, она говорит, грыжа. А потом говорит, ух ты, хламидия по спирали, по стоячей волне, она говорит, вылетает из клетки. Представляете, у меня шоковое состояние. Я это по крупицам собираю, трясу производителей, который сказал просто о стоячей волне и убежал от меня. Я трясу физиков всех, чтобы что-то понять вообще о стоячей волне, что это такое и узнаю об этом только благодаря Горяеву, его лекциям и Мишину, когда они начинают об этих стоячих волнах говорить. Представляете, сколько лет прошло? 15 лет прошло. Я никак не могла добыть эту тайную информацию об этих стоячих волнах, что они делают. А это физик, целитель, берет и говорит, посмотри, хламидия. А я знала уже эту историю, потому что я сама пережила половую инфекцию очень много, я боролась с этим антибиотиками и так далее. Но вы знаете, я потом все это прочитала, что эта инфекция, она уходит в клетку, понимаете? Она уходит в клетку и в клетке ждет опять благоприятного случая вашего безнравственного поведения. Или вы, предположим, охладились очень, или чем-то заболели. И она спокойненько и в клетке опять вылазит. И у вас опять начинаются все эти вот последствия этой половой инфекции. А мужчины очень любят говорить, да это я на холоде постоял, да это я вот от того, что сидячая работа. Да успокойтесь. Просто условия создались для того, чтобы она опять из клетки вылезла. Так вот, что же делают микросферы? Они ее выгоняют из клетки. Выгоняют точно так же, как выгоняют сущностей. У меня буквально в капсуле вот такой люди начинают кричать, как будто им экзерцизм делают. Просто визжат не своим голосом. То есть что? Они заставляют вот этот тонкий мир, который кишит, заставляют по спирали уйти на свою родину, туда, куда им положено. И больше не пользоваться нашим человеческим, божественным телом. Редактор субтитров А.Семкин